Ага, поехали! Самый большой был на тот год кило 100 с чем-то. Самый один. Один плот? Да, один плот. Один плот, да. В том году максимальная длина стебля достигала 8 метров. Это какой-то бамбук уже. Ну, в тепличных комбинатах и до 12 доходит. А вот это уже спелый? Да, это все. То есть можно прямо срывать? Можно срывать, да. Я могу срывать его? Да, да, да. Прямо так? Я могу ножнички дать, ножничками дать. Я сейчас попробую. Так, то есть вот это. Опа. Все верно? Да. Так, я могу прямо вкуснуть и попробовать? Ради бога. Так, сейчас, погодите. Оценим на вкус. Супер свежие помидоры. Мне кажется, я с такого куста ни разу не ел. Так. Запах хороший. Ммм, класс, свеженькая. В 6 утра мы встаем. В пол седьмого нам нужно уже открыть теплицу, потому что нельзя допускать превышение определенной температуры. Обрабатываем сами растения. Если уже плод поспел, собираем все это до обеда. Нужно успеть до 12. А вы знали, что помидоры на самом деле технически это фрукт или даже ягоды? Да. Но на самом деле исторически так сложилось, что никто их в десерт не добавляет, поэтому считаем, что это овощи. Но это ягоды вообще, по идее. Так же как и арбуз. Это пасынки? Да. Вот это вот. Да, да, вот пасыночки. Вот это вот. Их нужно обламывать под... Ну, прямо вот так раз и выламывать. И следующий верхний. Да, да, да. Так, это зачем все делается? Ну, это лишнее, это как, как говорится, ну, пасынок. Это побег растения еще в одно выкидывает. А дальше ничего? Нет, нет, нет. Все это макушка. У меня есть специальный прибор, смотреть за соленость мата и регулировать тем самым, сколько нужно подать, убавить. То есть и PH также смотреть. Сейчас 27,80 градусов. Не знаю, люди не видят. Понятно. Так. Самое сложное оказалось в итоге, когда они уже выросли, и казалось, все, собирай помидоры. Ну, все уже доведено до конца. И тут вылазят все твои косяки. То есть, когда была семечка, ее пересушили, не дополили, либо перелили, либо ей жарко, из-за температуры не уследили. И тут вот она уже пятая, шестая, седьмая кисточка, уже висит помидора, прям срывай, смотришь, а она пропавшая. Кто бы мог подумать, что в теплице с помидорами будет еще и собственный улей с собственными шмелями. Он сразу прям вибрации создает, и, соответственно, с тычинок на пестик пыльца попадает, и все, и происходит опыление. Вы просто не представляете, сколько раз в день у меня муж подбегает к теплице, следя за градусником, за уровнем влажности, и сколько раз в день. Вот посмотрите на ту верхнюю форточку, ее нужно опустить, поднять, опустить, поднять, чтобы не дать температуре увеличиться. Друзья, берите пример нашего героя. Если у вас какие-то есть мечты, фантазии, воплощайте их в реальность. И вот этот вкуснейший помидор – доказательство тому, что все сбывается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok